Всем привет! С вами InformTV. Сегодня мы поговорим про самую большую любовь Ирины Феофановой и почему эта история закончилась бедой. В 1989 году на экраны вышла комедия Гайдая «Частный детектив» или «Операция-кооперация». После такого успеха казалось, что судьба красавицы Ирины Феофановой предопределена. От поклонников у Ирины тогда не было отбоя. На съемках картины «Частный детектив» или «Операция-кооперация» между молодым красавцем Харатьяном и Феофановой, как говорят, пробежала искра. Актер неоднократно приглашал Ирину в рестораны, но потом на Одесском пляже Харатьян познакомился с другой девушкой и забыл про Ирину. Впрочем, ее это не сильно расстроило. Кавалеры за ней бегали толпами, и среди них был тот, который сыграл впоследствии важную роль в жизни актрисы. Этот находчивый поклонник раздобыл телефон Феофановой и позвонил, представившись фотографом. Он сказал, что делает календари со знаменитостями и назначил Ирине встречу. Феофанова пришла. Так состоялась судьбоносная встреча в ее жизни. Сергей, так звали молодого человека, очень красиво ухаживал. При этом сам был весьма интересным. Их роман бурно развивался. Сергей всячески баловал Ирину, заваливал ее подарками и цветами. Вскоре он сделал Феофановой предложение, но этой свадьбе, к сожалению, не суждено было состояться. Влюбленные подали заявление в ЗАГС, и Ирина переехала жить к Сергею. Но, незадолго до свадьбы, ей позвонили и сообщили, что он погиб в аварии. Феофанова до сих пор не верит, что это была случайность. Сергей был серьезным бизнесменом, и Феофанова говорит, что его просто убрали. Ирина овдовела, не успев стать женой. После этой трагедии актриса ушла из театра и год не снималась в кино. Долгие годы после этого Феофанова сравнивала всех своих поклонников с Сергеем. Для нее он остался эталоном мужественности и порядочности. Спустя время Феофанова все-таки вышла замуж, но этот первый брак продлился недолго. Режиссер Владимир Фатьянов влюбился в Ирину, увидев ее на фото, еще до встречи с ней. Семье актрисы Владимир понравился сразу. Родственники сейчас о нем очень хорошо отзываются. Ирина не испытывала к будущему мужу сильных чувств. Ей просто было с ним интересно. На тот момент Феофанова была самой востребованной актрисой. В 90-х очень много картин было снято с ее участием. После свадьбы супруг начал сильно ревновать Ирину и к работе, и к коллегам. Режиссер фильма «Сын за отца» Николая Еременко на съемках картины следил, чтобы на его актрису не засматривались другие мужчины. Когда во время съемок прибалтийский актер Альбинас Келлярис флиртуя провел рукой по спине Феофановой, Еременко коршуном налетел на него. После этого случая до мужа актрисы начали доходить разные слухи. Владимир жутко ревновал. Ирина не стала спасать отношения. Ей не хотелось жить в постоянных скандалах. И она ушла от мужа. Вторым супругом актрисы стал сценарист и режиссер Евгений Малевский. Этот брак также был недолгим. Жизнь у супругов не заладилась с самого начала. Об этом браке актриса говорить совсем отказывается. Сейчас Феофанова говорит, что не боится одиночества и жалеет только о том, что в юности не родила ребенка от Сергея. В 2001 году Феофанова открыла свою театральную студию. Сейчас ней занимаются более 200 ребятишек. Актриса все нереализованные материнские чувства направляет на воспитанников. Их успехи давно стали для Ирины дороже собственных. Часто ей приходится отказываться от ролей из-за занятости в студии. Раньше ведь Ирина и подумать не могла, что когда-либо ей придется отказаться от роли, ведь она с детства мечтала стать актрисой, хотя все в семье были против. Ирина родилась в семье потомственных строителей, поэтому, когда она провалила экзамены в театральные, пошла учиться в строительный институт. Однако радовались родители недолго. Через полгода Ирина забрала документы. Сидеть дома девушка не стала. Она нашла работу и устроилась на почту. На следующий год ей все-таки удалось поступить в щепку. Вскоре после поступления она получила предложение, от которого захватила дух. Ее пригласили сниматься в кино. Но студентке пришлось отказаться. Она очень боялась отчисления. Первокурсникам было запрещено участвовать в съемках. Но горевала Ирина недолго. На втором курсе она снялась в картине без срока давности. Сейчас Феофанова говорит, что счастлива, так как у нее есть любимое дело. И все еще она надеется встретить мужчину, похожего на ее первую любовь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok